Привет, друзья! Сегодня мы разберём сюжет тайландского фильма ужасов с элементами триллера 2015 года под названием «Затаённый гнев». Фильм начинается с того, что молодая пара убегает от троих хулиганов, преследующих их. Понимая, что сбежать не удастся, парень просит девушку спрятаться и поджидает преследователей, взяв в руки палку. Используя численное преимущество, хулиганы бьют парня и находят девушку. Парн бьёт Лего по голове и сбегает, спрятавшись внутри дерева. Несколько минут спустя, хулиганы находят её и пытаются взять силой. Защищаясь до последнего, парн бьёт одного из них между ног. Разозлившись, Чанг хватает тростниковую палку и убивает девушку. Парень Парн нападает на него и пытается задушить, но подельники спасают Чанга. Убив молодую пару, они обустраивают всё так, как будто пара свела счёты жизнью без посторонней помощи, после чего убегают. Боа и Йод рыбачат. Собрав улов, они возвращаются домой. Злобный карлик, увидевший пару, решает подшутить над немой девушкой и бросает камнем ей в голову. По возвращению домой, мать девушки обрабатывает ей рану и успокаивает дочь. Решив поговорить с Йод, женщина просит парня оставить Боа в покое, ведь они не подходят друг другу. Боа не мая и считается изгоем в их поселении. Связав жизнь с ней, Йод обрекает себя на нищету и насмешки со стороны других жителей. Парня это нисколько не пугает, ведь он любит Боа и готов прожить с ней всю жизнь. По возвращению домой, ему предстоит очередной непростой разговор с родителями, также считающими, что ему следует найти другую девушку. Отец предлагает уехать в Бангкок и найти там работу. Но Йод хочет жить в родном поселении, так как его не привлекают каменные джунгли и вечный хаос мегаполиса. Следующим утром Йод и Боа вновь отправляются на ферму, рыбачат и готовят обед, проводя все свое время друг с другом. Тем временем Чанг, Пхет и Лек отдыхают в баре, оскорбляют официантку и хамят посетителям. Вернувшись домой, Чанг грубит беременной жене, но не может поднять на нее руку, ведь она вынашивает его ребенка. Пхет и Лек отправляются к речке и похищают улов старой бабки, понимая, что она не может их догнать. Празднуя легкую добычу, хулиганы замечают Йод и Боа, возвращающихся домой. Отобрав у пары улов, парни начинают приставать к девушке. Йод защищает возлюбленную и между ними возникает конфликт, который не успевает перерасти в драку лишь из-за того, что в диалог вмешалась жена Чанга. На следующее утро Боа отправляется за покупками, после чего возвращается домой. Пока продавщица отвлеклась, Карлик ворует связку бананов и убегает. Минутой позже продавщица выходит к прилавку и, заметив пропажу, видит Боа. Посчитав, что немая девушка украла бананы, женщина нападает на нее и требует деньги. Боа просит прощения и объясняет, что это не она, но продавщица унижает беззащитную девушку и доводит ее до слез. Мать Йота навещает маму Боа и просит повлиять на немую дочь, чтобы она отстала от их сына и не ломала ему жизнь. Пара вновь отправляется на рыбалку и, пока Йот распутывает сетку, хулиганы похищают девушку. Заметив исчезновение, парень спешит на помощь возлюбленной и вступает в драку с Чангом и его подельниками. Используя численное преимущество, хулиганы бьют Йота и заставляют его смотреть на то, как Чанг берет немую девушку силой. Сделав грязное дело, глава банды заставляет Пхета убить девушку и ее парня. Избавившись от тел, они закапывают их в лесу и возвращаются домой. Мать Боа ждет девушку, но она так и не возвращается домой. Утром она идет к родителям Йота и узнает, что он тоже не вернулся. Родители разыскивают детей и узнают, что их преследовал Чанг. Понимая, что парень и девушка исчезли не просто так, родители проклинают хулигана и обращаются в полицию, чтобы добиться справедливости. Полицейский обещает сделать все возможное, но предполагает, что молодые люди просто сбежали в город, чтобы найти работу. Вернувшись домой, родители горько переживают утрату и не могут смириться с этим, надеясь, что высшие силы покарают преступников. Вечером отец Йота слышит какой-то странный шум и спускается на первый этаж, но не находит ничего подозрительного. Следующим утром мать Боа встречает одного из хулиганов и требует, чтобы тот во всем признался. Видя страшные сны и видения, Лек подумывает о том, чтобы во всем сознаться и предлагает друзьям поступить так же. Чанг не хочет за решетку и предупреждает подельников, чтобы те держали язык за зубами, иначе он лично их прикончит. Отправившись в лес, троица разделяются и охотятся на птиц. Лек и Пхет видят образ убитой Боа и, испугавшись, сбегают. Чанг не хочет оставаться один в лесу и убегать следом за друзьями. Проведя вечер в компании девушек, парни расходятся по домам. Пхет видит образ убитой девушки и боится возвращаться домой. Лек видит кошмарные сны и не может спокойно уснуть. Чанг слишком пьян и не обращает внимания на призрак девушки, приняв его за жену. Увидев, что супруга спит в спальне, он испугался, но не встретил Боа и посчитал, что выпил лишнего. Утром Лек предлагает Пхету во всем сознаться или сбежать в Бангкок, но тот отказывается от его предложения. Решив разобраться в ситуации, Лек берет ружье и идет в лес, где весьма странно и подозрительно сводит счеты с жизнью. Пхет видит кошмарные сны и понимает, что он следующий. Пытаясь искупить грехи, он идет в священный храм и решает исповедаться перед Буддой. Встретившись с Чангом, он предлагает во всем сознаться и между парнями завязывается драка. Одержа верх, Чанг заставляет подельника молчать, в противном случае он лично отправит его вслед за Леком. Вернувшись домой, Чанг не может уснуть. В какой-то момент ему кажется, что Боа и Йод связали его для того, чтобы убить, но все это оказывается страшным сном. Утром Пхет отправляется на рыбалку и тонет при загадочных обстоятельствах. Отец Чанга староста поселения и имеет влияние не только на жителей, но и на полицию. Понимая, что компания вляпалась в очередную историю, отец просит парня во всем признаться. Чанг боится отправляться за решетку и скрывает правду. Отправившись в священный храм, он проводит в нем время до позднего вечера. Возвращаясь домой, Чанг видит приближающуюся Боа и сбегает прежде, чем девушка на него напала. Ночью парень слышит какие-то странные звуки и боится спускаться вниз. Беременная жена не обращает внимания на шум и просит Чанга не тревожить ее. Спустившись вниз, он попытался включить свет, но ничего не получилось. Парень зажег свечку и осмотрелся вокруг, как вдруг увидел перед собой Боа. Испугавшись, он схватил нож и несколько раз ударил девушку. Минутой спустя он решил посмотреть на ее тело, и оказалось, что Чанг убил свою беременную жену. Мгновением спустя, кто-то окликнул его и вырубил ударом в голову. Очнувшись, хулиган понимает, что он связан, а на его шее петля. Увидев перед собой Боа и Йод, Чанг осознает, что они не призраки, а живые люди. Прежде чем отомстить, Йод решает рассказать о том, что происходило в последнее время. После надругательства и избиения, пара смогла выжить и выбраться из могилы. Продолжая жить в лесу, они питались едой, добывая ее в окружающей среде. Йод несколько лет работал визажистом для актеров и ночью пробрался к себе в дом, чтобы украсть чемодан с косметикой. Используя краски и тени, он создавал страшный грим, с помощью которого пугали Лека, Пхета и самого Чанга. Решив отомстить, пара преследовала Лека в лесу. Отобрав у него оружие, Боа не пожалела парня и пристрелила его. Пхету они также помогли, утопив его в озере. Понимая, что он следующий, Чанг требует, чтобы его отпустили. Если они не сделают этого, то он станет демоном, преследующим пару, чтобы утащить их в ад. Боа и Йод не боятся этого, ведь они выбрали сторону добра и справедливости. Поставив жирную точку, девушка выбивает бревно из-под ног Чанга и смотрит на то, как он умирает. Напоследок, Боа делает грим призрака и навещает унизившую ее продавщицу, доведя женщину до сумасшествия. Пссс, друг, я хочу рассказать тебе один секретик. Мой друг Даня нашел способ зарабатывать от 5000 в день, просто играя в игру на телефоне. Честно, я и сам сначала не мог в это поверить, пока не кликнул на вот это вот видео и не убедился в этом лично. Как говорится, даже друзьям доверяй, но проверяй. Короче, способ реально рабочий, но чем больше людей о нем узнает, тем быстрее выкачают оттуда все бабки. Поэтому советую тебе не тянуть и посмотреть видео прямо сейчас. Кликай прямо вот сюда, потом спасибо скажешь. Пока, пока.